Мы привыкли видеть войну такой, кровавой, непричесанной, голодной и где-то далеко. Но есть истории, которые живут в соседних квартирах и домах совсем близко. Об этом и писали школьники со всей Хакассии. Само сочинение основано на сне. Главная героиня засыпает под звуки военного фильма, который показывается по телевизору. И во сне она просыпается в госпитале, осматривается, и ее взгляд, ее интерес привлекает в парень. Молодой человек умирает, а девушка переосмысливает все жизненные ценности. Именно так начинается одно из лучших сочинений конкурса без срока давности. На региональный этап поступило 58 работ, победили трое. Ребята рассказывали о дедушках, бабушках, об их подвигах и их жизни в годы войны. Его посвятил своей прабабушке греческой. Она решила пойти на войну, потому что из ее семьи было некого отправить. Братья были слишком маленькими, а отец репрессирован. Так она попала на зенитную батарею под Мурманском. Немцы нещадно бомбили, а зенитщицы жили в землянках. В грязи, в сырости, не доедали, не досыпали и спали на голых нарах. Но каждый день моя бабушка вместе со своими сотоварищами совершала подвиг. В войну было всего лишь один бой, и этот бой проходил всего лишь два часа. У него за это время успел уничтожить 11 единиц немецкой бронетехники. Все это проходило возле шауля Литовской республики. В течение года школьники собирали и изучали документы, писали черновики. Оформить свои невыдуманные истории помогали учителя и родители. Ваши конкурсные работы, они, конечно, имеют большое значение для сохранения той самой настоящей исторической правды о тех событиях, которые происходили в те действительно тяжелые для нашей страны годы. Поэтому поздравляю вас с победой на региональном этапе. Желаю победы в дальнейшем. У нас еще есть федеральный этап. Дальше школьники из Хакасии поборются за звание лучших уже на федеральном уровне. И если станут победителями, отправятся в Москву. Напомню, конкурс без срока давности проводится с прошлого года. И участники из Абакана уже попадали в шорт-лист. Все работы напечатают в сборнике сочинений. Полина Назарова, Станислав Колченаев, РТС.